Сегодня состоялось очередное заседание Магаданской городской думы 7 созыва. Депутаты рассмотрели 13 вопросов. Среди основных утверждение в новой редакции городского бюджета на 21 год. В связи с уточнением объема собственных доходов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Документ утвердили по доходам в сумме 8,9 миллиардов рублей, по расходам 9,2 миллиарда рублей, дефицит в сумме 255 миллионов рублей. На заседании думы депутаты заслушали и отчет главы муниципального образования города Магадан, мэра города Магадана, о результатах его деятельности, деятельности мэрии города Магадана за 2020 год. Также мы проговорили про кредитовскую задолженность, также я проанализировал состояние муниципального долга на 1 января 2015 года. Он состоял порядка 1,5 миллиарда рублей. Сейчас, на 1 января 2021 года, данный долг составляет чуть меньше 2 миллиардов. Получается, где-то мы погасили кредитовскую задолженность, но муниципальный долг мы увеличили на эту большую сумму. Если мы увеличивали размер их заимствования, то это происходило исключительно с согласием Магаданской городской думы, когда мы с вами рассматривали бюджеты на текущие или на последующие финансовые годы. В результате голосования решения принято не было. Ближайшие заседания думы планируются провести в сентябре, когда депутаты соберутся в полном составе. Сейчас многие народные избранники находятся в отъезде. Как читает председатель Магаданской городской думы Сергей Смирнов, тогда будет возможность провести более полное и объективное голосование по отчету градоначальника. Кроме того, на заседании Магаданской городской думы принято решение о присвоении звания почетный гражданин города Магадана научному сотруднику Магаданского областного краеведческого музея Сергею Павловичу Ефремову посмертно. Сегодня прошло очередное заседание Магаданской областной думы, на котором губернатор рассказал о результатах деятельности правительства Магаданской области за 2020 год. Всем известно, что в основе экономики Колымы лежит добыча полезных ископаемых, а в последние годы наш регион стал занимать лидирующие места в рейтингах по добыче драгоценных металлов. Итог прошлого года. Более 49 тонн золота. Такое в последний раз было в 1974 году. И было добыто 572 тонны серебра. Считаю это ожидаемыми результатами государственной политики по стимулированию инвестиционной деятельности на Дальнем Устоке. Однако это не предел. До 2024 года намечено освоение 8 новых месторождений с объемом добычи 12 тонн в год. Что касается строительства, то объем выполненных работ вырос до 27,8 миллиарда рублей. На строительство социальной инфраструктуры поддержана заявка на сумму 17,4 миллиарда рублей. Также на питерском форуме было подписано соглашение на 25 миллиардов рублей по реконструкции рыбного терминала. Кроме этого, губернатор сообщил, что бюджет прошлого года был исполнен с профицитом более полумиллиарда рублей. Доходы областного бюджета выросли на 9,3 миллиарда рублей. Безвозмездных поступлений получено больше на 2,8 миллиарда рублей, а налоговых и неналоговых на 6,5 миллиарда рублей. На финансирование социальных отраслей направлено 63% всех расходов регионального бюджета. Подводя итог, можно сказать, что несмотря на все вынужденные ограничения в связи с коронавирусной инфекцией в 2020 году, динамика социально-экономического развития Колымы осталась положительной. Практически все инфраструктурные проекты на территории области получили развитие. Есть движение. Можно сказать одним словом одно. Это не только восстановление, это движение вперед, это прорыв. Я считаю, работа поставлена на высоком, достойном и профессиональном уровне. Мне хочется только единственное, что пожелать в серии Константиновича. В таком же темпе и не сбавлять. В «Металлисте» состоялось открытие лагеря с дневным пребыванием. Это единственная площадка в Магаданской области, где на протяжении лета тренируются ребята-спортсмены. В этом году в первую смену отдохнет 150 детей, во вторую – 105. Возраст – с 7 до 17 лет. Лагерь работает с 8.30 до 15 часов. Питание – два раза в день. У нас ребятки тренируются на своих базах, продолжают тренироваться, так как тренировочный процесс, он безостановочный, не должен прекращаться даже в летний период. Но при этом ребята, как и все остальные дети, участвуют в концертах, в таких интересных мероприятиях других. Питаются наши ребята на базе общеобразовательных школ. Мы стараемся, чтобы наши дети проводили больше времени на свежем воздухе, тогда позволяет эта погода. В лагерь пошли воспитанники разных спортивных секций – сноуборд, лыжные гонки, дзюдо, художественная гимнастика и многое другое. По словам сотрудников площадки, основной упор будут делать на трениров – зарядка, прогулка, спортивный зал. Возраст у деток, которые занимаются художественной гимнастикой – до 12 лет. Как отмечает их тренер, цель летних тренировок – отработать элементы и программу. В основном летние тренировки у спортсменов уклон на ОФП, СФП – это специальная физическая подготовка, работа с предметом, отработка новых программ, элементов. То есть не подготовка, не соревновательная, без прогонов. Прогоны – это упражнения под музыку, а в основном отработка элементов и закачка физическая. Дети рассказывают, что с удовольствием отправились в этот лагерь. Ребята отмечают, что им нравится заниматься спортом, а вместе с отдыхом – это идеальное время при провождении. Ребята отмечают, что с удовольствием занимались без остановок, чтобы друзей находили, чтобы было весело, чтобы лето хорошо провести. Спортивный лагерь просто для того, чтобы сейчас поддерживать его по формам, потому что сейчас все гуляют, а хочется проводить временную тренировку. 12 июня 1996 года в Магадане на сопке Крутой скульптор Эрнст Неизвестный в сотрудничестве с архитектором Камилем Казаевым создали великий монумент, посвященный памяти жертв политических репрессий. В эту субботу исполнится ровно 25 лет со дня открытия «Маски скорби». Дальневосточное объединение Организации Союза Архитекторов России не только поздравили колымчан с юбилеем открытия мемориала, но и поблагодарили мэра города за большой вклад в сохранение культурного наследия. Председатель Дальневосточного Союза Архитекторов России Галина Черных вручила городоначальнику поздравительный адрес. Вы тоже являетесь здесь руководителем культурного наследия в Магадане. Спасибо большое. И он, конечно, говорит, Юрий Федорович там много очень делает, и спасибо ему. Также на сегодняшнем заседании Магаданской областной думы губернатор региона Сергей Носов сообщил, что уже выполнен один из самых важных проектов, которые необходимо реализовать, а именно реставрация «Маски скорби». Над дизайном работали профессиональные реставраторы города Санкт-Петербурга. У них большой опыт работы с Эрмитажем и с различными объектами, включая деревянные зодчества. В Магадане сотрудник МЧС спас детеныша Нерпы от гибели. 9 июня Виталий Прокопьев проезжал вдоль берега Охотского моря и увидел маленькое животное, которое барахталось на суше. Там оно оказалось во время отлива и не могло добраться до воды. Виталий убедился, что травм детеныш Нерпы не получил, завернул животное в одеяло и отпустил в воду. Виталий убедился, что травм детеныш Нерпы не получил, завернулся на суше. День России Виталий – это событие, объединяющее всех людей, которые искренне любят и гордятся своей страной. 11 июня в Центре культуры состоялся торжественный концерт, посвященный одному из самых главных праздников нашей страны. Жители города могли насладиться звучанием патриотических песен и просмотров русских народных танцев. А губернатор Магаданской области лично пришел на концерт, чтобы поздравить всех горожан с этим праздником. Сначала, мне кажется, этот праздник, День России, когда он был учрежден, напоминал нам о развале Советского Союза, страны, где многие, которые, многие присутствующие в этом же зале родились. Это чувство боли от произошедшего, конечно, накладывалось в ее отношения праздник. Но, вы знаете, как-то постепенно, с 2000 года, ситуация начала меняться, причем достаточно незаметно. И от развала страны, от развала армии, от развала народного хозяйства, мы как-то незаметно пережили совершенно другую плоскость, что ли. Сегодня вооруженные силы, судя по всему, это, наверное, лучшие вооруженные силы в мире. Мы вернули ту мощь, которая всегда оберегала и защищала наше государство. Всегда очень уважительно, бережно, свято относились к нашим защитникам Отечества. И хотелось бы сегодня поздравить всех вас с праздником, с Днем России. Сегодня можно с гордостью говорить, я гражданин великой страны, России. Желаю вам всем здоровья, счастья и процветания. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok